В Казахстане выросли цены на самый ходовой бензин марки АИ-92, а также и на дизельное топливо. В целом за год 92-й бензин прибавил более 11%, солярка подорожала на 38%. Компания-производитель назвала причины среди главных изменений оптовых цен в начале месяца. Таким повышением автолюбителей явно недовольны. Напомним, в начале февраля цены на бензин в Казахстане также выросли. В конце января в Казмунэгаз сообщили, что цена на АИ-92 может вырасти до 145 тенге. Совсем недавно в Минэнерго рост цен на бензин связали с увеличением количества автомобилей. В разумительного ответа нам причины поднятия цены и на что опирались они, так же нам ответа не поступило. Поэтому сейчас я могу констатировать то, что у нас цены живут своей жизнью. То есть конкретно говорить о том, кто их контролирует и как, ну пока что мы встречаем такое, это к нам не относится, мы такую информацию не можем дать и так далее. То есть вопрос открытый остается. Поэтому, конечно, контроль за поднятием цен у нас оставляет желать лучшего. В соответствии с законом госрегулирования цен распространяется только на розничную реализацию бензина АИ-80. На 102 и дизельное топливо цены устанавливаются розничными реализаторами самостоятельно. Ранее министр энергетики Казахстана Канат Базумбаев обещал после модернизации трех заводов снижение цен на бензин. Однако не в два раза ниже, чем ее стоимость в России. Ожидается, что в первое полугодие 2018 года завершится модернизация шимкенского НПЗ. Во второй половине 2017 года от Ираусского и Павлодарского. Да, бензин подорожал, и это чувствуется. Убивает, просто убивает. А разница со сравнением с тем годом есть? Ну как? Конечно есть. В том году сколько было, помните? В том году что-то там 120, по-моему, 121, 123 было, а сейчас 140. Конечно бьет, потому что цены на все взлетело, ну цена, допустим, на километр не повышается, там, не знаю, на квадрат не повышается, а цены на продукты и на коммунальное жилье все повышается, вот я не знаю, поэтому все бьет. Да, подорожал и очень сильно бьет по карману. Каждый день заправляемся, отдаю по две тысячи. На еще один социальный продукт повысились цены, существенно влияющие на жизнь граждан. Это природный газ. Об этом сообщает на своем сайте комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики. Согласно официальной информации, основной оператор по газу «Казтрансгаз» ежегодно несет убытки от реализации газа на внутреннем рынке, поставляя его казахстанцам по цене ниже себестоимости, то есть датирует потребителей Казахстана. Осель Сазамбаева, Жакслык Нуртай, Бауржан Гермагомбетов, Первый Карагандинский.